Минувший год можно назвать годом завершения реформ системы МВД. Штатная численность сотрудников в регионе сократилась, произошла ротация. По словам начальника управления МВД России по городу Чебоксар Валерия Жуковца, значительно выросло число чебоксарцев, считающих, что служба работает эффективно. Такую же высокую оценку работе чебоксарских полицейских дала и городская администрация. Сегодня об этом и многом другом говорили на пресс-конференции с журналистами, подводя итоги работы ведомства в 2012 году. В 2012 году сократилось число зарегистрированных преступлений, произошло меньше убийств, грабежи и разбойных нападений. Но год, по словам начальника управления МВД по городу Чебоксара Валерия Жуковца, выдался напряженным. В столице республики традиционно проходило большое количество массовых праздников, политических, культурных, спортивных. За год в Чебоксарах прошло почти 270 самых различных мероприятий, во время которых на дежурстве находились более 4000 полицейских. Одна из нештатных ситуаций, которая возникла в конце года – митинг верующих, выступавших против введения электронных карт. Тогда более 130 человек вышли на проезжую часть и перекрыли президентский бульвар. Сотрудникам правоохранительных органов было достаточно сложно убрать их с проезжей части. Протоколов, если мне память не изменяет, мы составили порядка 80, где-то плюс-минус. Задержано было, по-моему, около 40 человек доставлено сюда. Основное внимание с нашей стороны было уделено организаторам этого мероприятия. Есть закон, который трактовать как-то иначе, как нарушение порядка проведения этих мероприятий, нельзя. Соответственно, мы вынуждены были составить в отношении людей, принимавших участие в перекрытии дороги, протоколы. В прошлом году на 37% увеличилось количество ДТП из-за нетрезвых водителей. Причем многие из нарушивших не являлись жителями Чебоксар. В большинстве своем это наши же жители Чувашской республики, но прибывшие из соседних районов. Рост по итогам полугодия составлял, конечно, гораздо больше. Дорожный транспорт в 6 у нас порядка в два раза с лишним. Рост ДТП составлял по итогам первого полугодия. Но потом и руководством МВД, и МВД были приняты решения о проведении специальных мероприятий профилактических. Нетрезвый водитель, многих из вас тоже приглашали, вы о них слышали, да? Когда у нас в течение трех дней непосредственно работает на выявление нетрезвых водителей только. Останавливает все транспортные средства, проверяет состояние водителей. И вот не в последнюю очередь благодаря вот этим операциям, проводимым нами, удалось сбить, как бывало, вот это пьяного вождения и, соответственно, тяжесть последствий. В конце года проект «Безопасный город» получил новое развитие. Почти 20 миллионов рублей было направлено на том, чтобы оснастить Центр управления нарядами с самым современным оборудованием. Это позволит создать единое информационное пространство для мониторинга ситуации и экстренного обмена информацией между всеми силами, которые обеспечивают безопасность горожан. Будут установлены программные комплексы типа «Поток», которые будут фиксировать транспорт, въезжающий, выезжающий из города. Кроме того, получит развитие установка систем видеонаблюдения непосредственно по тематике безопасности дорожного движения. В первом квартале мы планируем установить поток в районе въезда, значит, поселка Кальдешево, въезд со стороны поселка Кудеси. В этом году планируется решить также проблему кадров. По мнению начальника управления МВД, сейчас есть возможность проводить качественную кадровую политику, выбирать самых достойных. Уже начали по-новому работать с личным составом. Но в целом проблема некомплекта существенно не влияет на работу подразделения.